Вы слушаете канал жаж.клаб. Человек, который знал все. Глава 49. В катакомбах. Стивен тянул за руку Пола, чтобы тот волочил свои затекшие ноги быстрее. Но тело было отвратительно неподатливым. Он то и дело спотыкался, чертыхался и старался сфокусироваться внимательнее. Эти коридоры были длиннее, чем ему могло показаться на первый взгляд. Это крыло лаборатории было заброшенным. То и дело мигали лампы. Весь коридор был залит зеленоватым, неприятным, отталкивающим светом. Их с парнем тени расплывались уродливыми кляксами на полу и стенах. Словно воры, крадущиеся за чем-то дешевым, чтобы купить себе очередную бутылку горячительного. Они точно не походили на воров, которые занимаются серьезными делами. «Побитый песик», — подумал Пол. Вот он кого себе напоминал. Почему-то после слов Марка он старался сгорбиться, стать меньше. Как животное, которое часто бьют. Хотя он испытывал отвращение к Марку, он хотел еще раз взглянуть на него. Но зачем? Плюнуть ему в лицо. Так это не поменяет в их отношениях ничего. Высказать, какая он сволочь. Марк и так это знал. Пол не мог признаться себе в том, что у него появилась сильная привязанность к стенам этой клетки и своего мучителя. Поистине щенячья преданность. Что-то определенно в этой сыворотке было не так. Они точно не испытывали ранее ничего подобного. Если это окажется заразным, то Бог знает, что ждет человечество. Эй, ты, долго нам еще бежать? Стараясь сбежать от своих рассуждений, спросил половину думаю, где-то полчаса точно. Тут слишком сложные катакомбы. Даже несмотря на то, что я провел здесь почти все детство, они кажутся мне чужими. Тут папа настроил дополнительные ходы. Не понимаю, как лаборанты тут не... Стивен оборвал фразу не закончив. Вдали слышались чьи-то шаги. Он резко дернул рукав Пола и присел в темной части коридора. Что-то и Пол попытался возразить. Но потом осознал, что из-за эха, которое раздается в тоннелях сложно определить, откуда идет именно звук. И лучше будет спрятаться. Ведь человек может быть за поворотом, либо в другой части этих катакомб. Стивен замер, напряженно прислушиваясь. Везли тележку с чем-то тяжелым. Пол же знал, что тяжелое — это Энни. Он почувствовал запах. Его рецепторы с каждым часом работали все лучше. Поэтому он чувствовал даже то, что Стивен вспотел от напряжения, несмотря на то, что вокруг было прохладно. Коридоры обдувались кондиционируемым воздухом с улицы. Интересно, они находятся сейчас в какой части города? Брукс определенно от СТ. Продолжение читайте на сайте жаж.клаб.